Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня у нас очередное занятие «Надо посмотреть которое» в нашем курсе по ивриту Торы и молитв. Вчера мы с вами прочитали вторую недельную главу книги «Шмот». И по этой причине, с теми, кто пока еще букв не знает, я хочу пройти две буквы. Ну, как это любят говорить в Мишне, в Талмуде, две, которые четыре. Что это значит? Буквы, собственно, две, а форм у них четыре. Так, я сейчас что-то показываю? Пока нет. Пока нет. Сейчас буду показывать. Сейчас сделаю демонстрацию. Так, вот мы видим текст. Так, мы видим на полном экране, да? Сейчас ты сжал. Я его сжал. Я просто хочу, чтобы у меня он был полностью виден, да? Вот это текст недельной главы Вайра. А буквы, которые мы проходим, с ними проблем не будет. Почему? Потому что они очень похожи на соответствующие буквы русского алфавита. Но, конечно, вы должны понимать, что наоборот, русские буквы образовались от ивритских букв. Так, вот одна из них, эта буква называется Шин. Она действительно похожа на букву Ша, точнее русская буква Ша, была взята Кириллом и Методием для славянского алфавита, непосредственно из иврита. Основные буквы у них были из латыни и греческого, но для тех звуков, которые есть в иврите, но нет их в греческом языке, вот, а есть они в русском языке, значит, пришлось придумывать значки новые, которых ни в греческом, ни в латыни нет. И откуда их было взять, естественно, из иврита. Так вот, была взята буква Шин, да? Буква Шин, вот она, да? Она, ну, смотрите. Значит, эта буква, эта буква предпоследняя в нашем еврейском алфавите, 21 номером она идет, и она имеет две формы. Мы с вами разбирали буквы, которые по-разному звучат в зависимости от дагеша, от точки внутри них. Но буква Шин и Син – это две формы одной буквы, которая отличается не дагешем, а точкой, которая стоит на либо правой, либо левой ветвью вот этой буквы. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас имя Моше. Все видят, да? Буква Мэм имеет огласовку Хулам Хасер, то есть точку над ней слева, так? Дальше идет буква Шин. Буква Шин имеет огласовку Э, Сегол, да? И считается она Ше. Посмотрите внимательно. Кроме вот самой этой буквы, то есть вот такого изображения, которое мы видим здесь, да? Что мы видим здесь? Мы видим еще точку над правой ветвью, точку над буквой Шин. Если точка такая стоит с правой стороны, буква называется Шин и читается Ше, да? Поэтому имя мы читаем Моше. 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 По-русски Моисей. Почему по-русски Моисей? Потому что Библия пришла к славянам через греческий перевод, вот, а при греческой транскрипции имен собственных за неимением звука Ш в греческом языке он был заменен звуком С, как самым похожим, да? Поэтому Моше становится Моисеем. Ну, кто еще? Шломо становится Соломоном и так далее. Так. Вот еще буква Шин в слове У Шми. Имя мое. А вот вам другой вариант. Вот вам слово Исраэль. Слово Исраэль, конечно, знакомо вам, да? Это и имя, собственное имя Якова, второе имя данное ему Всевышним, Исраэль, Израэль по-русски. Вот. И название всего народа и, соответственно, земли, которую Всевышний этому народу приготовил. Значит, в слове Исраэль буква вот эта имеет точку над левой ветвью. Это другая форма буквы, которая звучит как С, да? Поэтому мы читаем это слово как Исраэль. Так, Исраэль. Так. Должен вам заметить, что буквы Шин и Син – это все же одна буква, которая имеет две формы. Но, но, но никогда одна форма не переходит в другую. Так. Например, буквы Бет и Вет – это две формы одной буквы, да? И в однокоренных словах иногда бывает, что эта буква звучит как Б, когда называется Бет, иногда В, и она звучит как Вет, например, ну что, КТУБА и КОТВИМ, да? Но буквы Шин и Син, хоть они и две формы одной буквы, никогда не переходят одна в другую. Еще одно маленькое замечание. Иногда, иногда в словах, которые пишутся через букву Син, вместо буквы Син пишется буква Самых. Иногда их путают, иногда некоторые грамматики считают, что они взаимозаменяемы, но никогда Шин в Син не переходит. Так, теперь, если мы слышим в слове звук С, это может быть и буква Син, и буква Самых. Более часто встречается именно Самых. Тем не менее, в очень важных словах, как, например, Исраэль, да, мы пишем букву Син. Надо запоминать. Так, запоминать, да? Так, здравствуйте, все, кто подсоединился, да? Да, рад вас приветствовать. Значит, мы разобрали одну букву, вот эта буква Шин, а эта буква Син. Еще раз вам говорю, что это одна буква, которая имеет две разные формы, но эти формы никогда не переходят одна в другую. Теперь еще одна буква, которую мы сегодня пройдем с группой А, с группой, которая изучает у меня буквы. Вот она, эта буква. Значит, называется она ЦАДИ. Называется она ЦАДИ. Звучит она Ц. Вот она. И она действительно похожа на русскую букву Ц по той же причине. Знак для звука Ц Кириллу и Методию было взять неоткуда, кроме как непосредственно из ибрита. Вот они и взяли эту букву. Еще несколько букв как бы образовались из вот этой ЦАДИ. Но о них разговор дальше. Буква ЦАДИ. Иногда ее называют ЦАДИК. Хотя я слышал, что это ошибка. Ошибка почему? Потому что сразу после буквы ЦАДИК идет в обловите буква КУФ. И может показаться, что буква называется ЦАДИК, а потом идет КУФ. Тем не менее, тем не менее, ну скажем, в хейдерах, когда проходили эту букву и называли ее ЦАДИК, ЦАДИК это значит праведник. Сейчас я про букву ЦАДИК еще немножко расскажу. Буква ЦАДИК. Ну давайте посмотрим, где она у нас тут. Ну, к примеру, в слове МИЦРАИМ. Вот оно слово МИЦРАИМ. МИЦРАИМ это Египет. Так, вот буква ЦАДИК, она имеет огласовку ШЕВА, поэтому читается МИЦРАИМ, МИЦРАИМ. Так, буква ЦАДИК имеет отдельную софитную форму. Если она пишется последней в слове, она пишется несколько иначе. Софит это конечная, да, крайняя. Буква ЦАДИК пишется вот так. Вверх у нее такой же, но нога, если можно так сказать, не уходит не влево, как у буквы ЦАДИК, внутри слова, в середине слова, а вниз, да, по строчку. Вот вам слово с буквой ЦАДИК, софит. Ну, например, такое слово, как слово ЭРЕЦ. ЭРЕЦ это значит страна. Буква ЭРЕЦ, да, но у нее все буквы мы знаем. С группой БЭТ мы учили и букву АЛЕФ, и букву РЕЙШ, и огласовку СЭГОЛ. Ну, маленькое правило, если вам это будет полезно. Если мы слышим в слове ЭЭЭ, два Э подряд, да, то ударение падает на предпоследний слог. Поэтому ЭРЕЦ не на последний слог, а на первое Э. ЭРЕЦ это земля, так. В слове ЭРЕЦ пишется, что буква ЦАДИК. Так вот, если в хедерах букву ЦАДИК называли буквы ЦАДИК, то софит называли не длинный ЦАДИК, лангер ЦАДИК, а называли ее отгройце ЦАДИК, большой ЦАДИК. Какие софиты мы с вами знаем? Мы с вами говорили о том, что некоторые буквы имеют особое написание. Так вот, из всех букв еврейского алфавита пять имеют формы софитные, да, и четыре из этих пяти софитов пишутся вот таким удлиненным способом. То есть, они уходят вниз под строчку, да. Вот, пятый, он немножко выбивается из общего правила. Вот, например, буква НУН имеет софитную форму, которую раньше называли Лангер НУН, длинный НУН, а вот буква ЦАДИК имеет форму софитную, которая называется не Лангер ЦАДИК, а Гройсер ЦАДИК, большой ЦАДИК. Так, хорошо. Мы с вами разобрали еще две буквы. Буква ШИН имеет две формы ШИН и СИН, которые отличаются точкой над этой буквой слева или справа. Если справа это ШИН, если слева это СИН, вот посмотрите, а это какая буква? Как мы прочитаем это слово? В этом слове это СИН. СФАТАИН. Так читается это слово. В букве ШИН и в букве СИН тоже бывает точка. В середине ДАГЕШ, на которую мы, в общем-то, не обращаем внимания. Интересно, что имя, которое сейчас у всех на слуху, имя ИСАХАР. ИСАХАР – это имя собственное. Это имя одного из двенадцати сыновей Яковарда, начальника соответствующего колена ИСАХАРа. Так вот, в имени ИСАХАР пишется две такие вот буквы. Но читается, как если бы эта буква была одна. Это одно из очень немногих слов в иврите, которые читаются не так, как написано. Так вот, в Торе, где мы пишем без огласовок, где слова написаны без огласовок, просто написаны две буквы СИН подряд. А в письменных изданиях, в печатных изданиях, в книжных изданиях, где огласовки стоят, там вторая буква не только не имеет огласовки, но даже не имеет точки. Точки, которые означают ШИН и СИН. Поэтому первая буква читается как С, вторая не читается вообще. То есть, строго говоря, неправильно ни произношение ИСАХАРа, потому что в иврите никогда не передается удвоение, вселение согласного двумя буквами, удвоением буквы. Даже наоборот, если две буквы одинаковые стоят подряд, то они всегда разделяются хотя бы ультракратким Н. Например, НЕРАННЕНА, второе Н и третье Н, второй Н и третий Н, хоть между ними стоит ШВА, это не ШВА НАХ, а ШВА НА, ШВА звучащая. Поэтому мы слышим НЕРАННЕНА. И, значит, неправильно поэтому будет читать ИСАХАР, и неправильно будет читать ИСАСХАР. Хотя, хотя, я такой чты не слышал, но это, скажем, диалект. Так, и вторая буква, к которой мы сегодня пришли, буква ЦАДИ, которая звучит С. Вот ее обычная форма, вот ее софитная форма. В этом файле я выделил всего-навсего несколько слов, далеко не все. С буквами ШИН и СИН разберитесь сами. С буквами ЦАДИ и ЦАДИ-СОФИТ тоже разберитесь сами. А другие слова можете поискать самостоятельно. Файл стоит в нашей группе в Телеграме. Вот, с буквой, извините, с группой А мы закончили учебу. И сейчас я перехожу к объяснению весьма важной темы, которую я приготовил для группы Б. Группа Б сегодня будет разбирать беньяны. Прежде всего, прежде всего, прежде всего, ну, тем, кто знает, что такое беньяны, я напомню, тем, кто не знает, я это объясню. Итак, сегодня мы будем заниматься глаголами. Глаголами, потому что глагол – это основа языка. Не существительное, а именно глагол. Ну, расскажу вам, позволю себе рассказать такую Майсу. В далеких 80-х годах нам читал курс кибернетики на факультете автоматики и измерительной техники доцент кафедры робототехники, промышленной роботы, Карл Шайевич Либерзон. И вот на первой лекции по кибернетике он сказал такую интересную вещь. Кибернетика занимается не тем, как кто выглядит или как кто называется, а тем, кто как себя ведет. И привел он пример. Например, колебания колеса в подвеске автомобиля можно смоделировать с помощью простой электронной схемы. И, значит, как ее настроить, и как можно, построив электронную схему, увидеть, как будут эти колебания идти и, соответственно, запухать. Карл Шайевич Либерзон читал курс кибернетики. Кибернетика – это наука, которую основал Норберт Виннер, того же происхождения. И третий еврей, которого я вам сегодня упомяну, это я сам. Когда я примерно в те же годы начал изучать еврит, я увидел, что основой языка является именно глагольная форма, а от нее уже могут образовываться существительные. Иногда бывает и наоборот. Но в целом для еврита, так же, как и для кибернетики, важнее, как кто себя ведет и что он делает, а не как он называется. Например, почему холодильник называется мекарер? Потому что слово мекарер означает охлаждает. Маусе мекарер. У мекарер, что делает холодильник, он охлаждает. В данной фразе и слово холодильник, и слово охлаждает звучит одинаково. А что такое меламед? Это и обучает кого-то чему-то, и тот, кто обучает, то есть учитель. Итак, мы занимаемся глаголами. Мы знаем, что глагол может стоять в настоящем времени, в прошедшем времени и в будущем времени, как и в русском языке. Глагол имеет число, то есть множественное число и единственное число. Например, «иду» или «идем». Глагол имеет также род, вот мужской или женский. В русском языке, например, в прошедшем времени, как бы сказать, «пошел» или «пошла». В иврите не только в прошедшем времени тоже такое есть, и в настоящем, и в будущем. Так, и глагол в иврите еще имеет лицо. Первое, второе или третье. Первое лицо – это, допустим, «я». Второе лицо – это то, к кому мы обращаемся. Это «и». Третье лицо – это, если мы говорим о ком-то отсутствующем, это «он». Так вот, в иврите в прошедшем времени максимум 12 форм. Я говорю «максимум», потому что некоторые формы совпадают. В будущем времени тоже максимум 12 форм. В настоящем только 4 формы, потому что в настоящее время нет лица. Но это еще не все. Дело в том, что в иврите есть такая специфическая категория, которая называется «биньян». Вот с этими биньянами обычно люди путаются, пока они это не усвоят, пока они не поймут сами, пока они не выстроят вот такую систему для себя. Что такое биньян? Буквально это означает строение, строительство, постройка. Вот относительно биньянов мы с вами немножечко поговорим. Итак, «Вайомер Ашем Эль Моше». И сказал Бог Моисею. Мы говорили с вами, что чаще всего прошедшее время в Торе будет образовано из будущего времени и перевернуло в прошедшее вот этим вавом в начале. Если бы было Йомер, да, это «скажет», означало бы «скажет». А «Вайомер» означает «и сказал». В каком биньяне стоит этот глагол? В биньяне «пааль». Он немножечко, да, нетипичный, правда, этот глагол. Что такое биньян «пааль»? Он означает простое действие. Простое действие по сравнению с другими глаголами. «Ата», что означает сейчас, «тир-э», слово «тир-э», здесь нет глагола «вав», поэтому, раз оно стоит в будущем времени, да, мы переводим его в будущем времени. «Тир-э» – это «увидишь». «Ашер-э», «э-э-с-э», здесь корень «айн-син-эй», да, а что означает вот это вот «алев» в начале? Это префикс будущего времени первого лица «я сделаю». А вот здесь префикс «тир-э», «тир-э» – это префикс второго лица будущего времени «ты увидишь», да. Здесь корень «рэш-алев-эй» и префикс «ти», здесь корень «айн-син-эй» и префикс «ай». «Ле-фар-о», что я сделаю? «Фараону» – «ки-бе-яд хазака, ибо рукой сильной», «и-шал-хэм», «и-шал-хэм». Слово «и-шал-хэм» имеет префикс «будущего времени», да, третьего лица. Вот корень «шалах», «шалах» означает «отошлет», «отпустит». Ну, здесь есть еще дополнительный суффикс «эм-э», что означает «их». «И-шал-хэм» – это «отправит их» или «отошлет их», так, или даже «отпустит их». Кто? Фараоны. «У-в-эй» от хазака «и-гар-шэм». Ну, посмотрите вот на этот глагол и на этот глагол, да. Вы видите, что и там, и там есть префикс «е», что означает «будущее время», он сделает так. Дальше идет корень, здесь «шин-ламет хэпт», здесь «гимель-рейш» – «шин», да. И огласовки у букв корня, ну, почти одинаковые, да. И есть окончание «эм» – «их», «и-шал-хэм» – это «отправит их», «и-гар-шэм» – «изгонит их», «мэ-ар-со» – «из страны своей», так. И то, и другое будущее время. Значит, все глаголы здесь стоят в биньяне «па-аль». А биньян «па-аль» – это самый наиболее распространенный биньян для глаголов. Вот, и если существуют для глаголов еще и другие биньяны, то «па-аль» для них означает простое действие. Что такое «вайомер»? И скажет, точнее, и сказал, да. Что такое «тир-э»? Ты увидишь. Что такое «э-э-сэ»? Я сделаю, так. Ну, правда, вот слово «вейдабер» – оно стоит в другом биньяне. Но сейчас, пожалуй, речь не о нем. Так, момент. Сейчас я выделю вот это вот слово, вот оно. Это начало от следующей фразы. И что такое «гидабер»? Будет говорить, а что такое «вайдабер»? И говорил. «Вайдабер» – «элуким» – «эль-Мушей» – сказал Всевышний Моисею. «Вайомер» – то же самое слово, что и вот здесь. «Эллав» – «ему» – «аньяшем» – «я» – «бог». Внимание! «Ва-э-ро» – «ва-э-ра». «Ва-э-ра» – вот это слово, которое дает название на недельной главы. «Ва-э-ра» – значит, это слово переводится как «и дал я увидеть». Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то я тут… Сейчас, минутку, сейчас я верну. Как было так. «Ва-э-ра» – да? Давайте попробуем разобрать. Какой здесь корень? Здесь корень тот же самый, что в слове «тир-э». То есть «рэш» – «алеб-эй». «Эй» – последнее тут, правда, выпало. А форма эта «ва-э-ра» – форма эта такова, что по ней мы видим, что данный глагол стоит в беньяне «гив-иль». Что это значит? Ну, посмотрим, что такое. Возьмем вот этот корень. «Рэш-алеб-эй». Как сказать «я вижу»? «Они» – «ро-э», что мы видим в этом слове. «Ро-э» – сам корень. «Рэш-алеб-эй» и огласовки «о-э», «ро-э». Так? Беньян «па-аль» называется так потому, что в словарной форме мы слышим вот эти гласные «а-а». «Па-аль» – если мы вместо буквы «пэй», которая означает первую букву корня, поставим нашу букву, букву нашего корня «рэш». Получится «ра». Вместо второй буквы «а-эйн» мы поставим вторую букву нашего корня «алеф-а». И вместо третьей буквы «эл-ламед», которая означает третью букву корня, мы поставим нашу букву, нашу корню «эй». То у нас получится «ра-а». Послушайте еще раз. «Па-аль» – «ра-а». И вот из этой формы «ра-а», которая означает, в общем-то, «он увидел», мы образуем все формы прошедшего времени. «Он увидел», «гу-ра-а», «я увидел», а не «ра-и-ти», и так далее, и так далее. А форма «э-ра-а» – это уже форма из другого биньяна. Давайте посмотрим с вами, какие вобще биньяны у нас существуют и как они взаимодействуют друг с другом. Всего биньяна у нас ровно семь. Вот их название. Давайте пойдем вот отсюда. Основной биньян называется «па-аль». «Па-аль» – это значит, что в этом биньяне словарная форма, то есть форма «он сделал», она звучит как «а-а». Например, «ганав» украл, «галлах» пошел, «катав» написал. Следующий биньян называется «пи-эль». Ну, как пример «пи-эля» у нас сегодня было слово «ди-бер». Он говорил, да, «ди-бер» – это «пи-эль». Сравните. «Катав» – это «а-а», «па-аль», и «ди-бер» – это «пи-эль». «Ди-бер» – «пи-эль». Так. Эти два биньяна означают, в общем-то, простое действие. Ну, я говорю, оба они означают простое действие, потому что, как правило, корень либо реализуется в биньяне «па-аль», либо в биньяне «пи-эль». Если же бывает, что корень реализуется и там, и там, то «пи-эль» означает усиленное действие по сравнению с «па-алем». Например, «шабар» сломал, а «ши-бер» – это «разломал в дребезги», разбил на мелкие осколки. Обратите внимание, «па-аль» – это «шабар», «пи-эль» – это «ши-бер». Теперь обратите внимание на очень важный биньян, примеров которого я нашел достаточно много. Вот они. Сейчас мы с вами их разберем. В нашей недельной главе, в самом начале, что такое «гив-иль». Слово, значит, значение биньяна «гив-иль» – каузативное действие. В русском языке такого слова нет. Слово заимствовано из, например, английского. И в русском языке, в общем-то, такие отношения не имеют выражения грамматического. Так вот, если в биньяне «па-аль» какой-то глагол означает сделать что-то, совершить какое-то действие, то тот же корень в биньяне «гив-иль» означает заставить кого-то другого сделать такое действие. А вот теперь наш пример. Вот слово «ра-а», которое мы видели, означает «что? Видеть». А в биньяне «гив-иль» тот же корень имеет форму «гир-а». Точнее «гир-э» тут немножечко по-другому звучит «гив-иль». Мы слышим «гив-иль», а тут «гир-э», потому что тут вот буква вот эта нестандартная, алиф. Тем не менее, форма относится к «гив-илю». И что она значит? Если я про кого-то говорю «гир-э», это значит, что он сделал так, что кто-то другой увидел. Что он должен был сделать? Например, чтобы я увидел, он должен был мне это показать. Итак, «гир-э» означает «показал». В русском языке «увидел» и «показал» – это совершенно разные корни. В иврите вот эти отношения выражаются тем, что простое значение – это биньян «па-аль», «ра-а», А каузативное значение – это биньян «гив-иль», «гир-э». Итак, «гир-э» – это «показал», то есть сделал так, что кто-то увидел. Вернемся к нашему тексту. Вот оно слово «ва-э-ра» – «и показал я». Эра – это было бы будущее время. Так, «ва» переворачивает его на прошедшее. «Ва-э-ра» – это «и показал». «Ва-э-ра» – «и я показал», если точно. «Эль Авраам», «Эль Ицхак», «Эль Яков». «И показал я Аврааму, Ицхаку и Якову». Показался, точнее, да, «ба-эль Штай». Ну, значение этого текста вы можете посмотреть в переводе. Смысл тут такой – «я показал себя Всевышнего». Всевышний говорит Аврааму, Ицхаку и Якову, как Бог с именем, вот это имя Всевышнего, одно из имен, точнее, одно из качеств его, да. Вот, комментарий говорит, что это значит. «Они не увидели, как я исполняю мои обещания», говорит Всевышний. «Ушми Ашем», вот это имя тетрограмматона, это имя означает «тот, кто не просто может, но и исполняет». «Ло-но-да-ти-на-эм», «не дал я им узнать», «не был я узнан». Вот, относительно этого слова, может быть, мы успеем немножко разобрать. Значит, это слово, однокоренное к слову «йо-де-я», «знать», но стоит оно в беньяне «ниф-аль», которое является пассивным в отношении беньяна «па-аль». Может быть, сегодня мы к этому еще вернемся. Так? «Веган-ге-га-ки-мо-ти». Так, что мы видим из этого слова? Мы видим, что корень здесь, да, это буквы «куф» и «мэм». Точнее, эти две буквы остались от корня «куф» во «мэм», во «в» – средняя буква выпадает. А что значит этот корень? «Ла-кум» – это означает «встать». «Встать» – это действие в простом прямом беньяне, которое называется «па-аль». А теперь мы видим, что корень здесь, в этом слове, реализован в беньяне «гив-иль». «Га-ки-мо-ти-ти» – это суффикс, означающий «я», «я сделал», да? Что такое «гиким-гиким»? Это сделать так, чтобы другой стал, то есть «поставить». Поставить в значении «организовать», «реализовать», да, «создать». «Веган-ге-ки-мо-ти» – это «брити». И также я поставил мой союз. «Брити» – это мой союз, и там с ними, с кем? С Авраамом, с Хаком и Яковом. То есть корень «куф-вав-мэм» – здесь тоже стоит в беньяне «гив-иль». Если в беньяне «па-аль» – этот корень, где он у меня? А, я его тут не написал, к сожалению. Да, немножко я забыл, пропустил один корень. Вот, если в беньяне «па-аль»… Ну, давайте сейчас я это сделаю, давайте вот здесь. Так, сейчас я поставлю, так, корень, вот он, «куф-вав-мэм». Что он означает? Стоять. А в беньяне «гив-иль» он означает сделать так, чтобы другой стоял. То есть поставить получится «гив-иль» – это «ги-ки-м». Ги-ки-м. Вот так. Зафиксирую. Так. Хорошо. Посмотрим дальше. «Ге-ки-м-у-ти» – это «поставил я». Ну, слово «латет» – это «дать». Это «па-аль», просто он очень нестандартный корень. Корень здесь «нун», «тав», «нун». Из этого корня только один «тав» посередине и остался. Первый «нун» выпал с заменой и с добавкой в конце буквы «тав», а второй «нун» выпал просто так. Ну, это между нами, говоря. Это к теме не относится так. Шамати – это тоже. «Па-аль», «шамати», «аль», да? «Ма-ави-дим». О, замечательный пример. Что такое «ма-авид»? Может быть, кто-то слышал, что есть такое слово «ма-авид»? Это тот, кто дает работу, работодатель. Какой здесь корень? Корень «а-ин-бет-рейш». Что такое «авад»? «Абад» – это значит «работал». Отсюда слово «авид» – «рав», «авадим», «га-ину». Мы были рабами, да? Значит, корень в беньяне «пи-эль» означает «работать». А здесь этот корень стоит в беньяне «гив-иль». Что он означает? Он означает «заставить другого работать». То есть сделать так, чтобы кто-то другой работал. Вот он. Корень АВАД, по АЛЕ он означает «он работал», а БЕНЯНИ ГИФИЛЬ, но я написал здесь «настоящее время» – МААВИД, а в прошедшее время будет ХЭЭВИД. Чуть нестандартно из-за того, что первая буква корня АЙН, она гортанная, поэтому звучит не ГИ, а ХЭЭВИД. Это значит сделать так, что кто-то другой работает, дать работу, заставить работать, быть работодателем. Кажется, мне в чате что-то пришло. Проверим. Нет, не вижу. Не вижу чата, честно говоря, не вижу. Ну ладно, хорошо, продолжим. Продолжим наше рассмотрение. ВАЭЗКОР – это ПААЛЬ, ЗАХАР, ЭМОР – ты скажешь, это тоже. ПААЛЬ, а вот это слово ВЕГОЦЕЙТИ – ГОЦИ. Это ГИФИЛЬ. Что такое ГОЦИ? Корень здесь ЙОЦЕ, ЮД, ЦАДИ, АЛЕФ. Буква ЮД тут тоже попадает. Что такое ЙОЦЕ? ЙОЦЕ в БЕНЬЯНЕ ПААЛЬ, да, означает, давайте я напишу его здесь, значит, означает «вышел». Корень пишется так, ЮД, ЦАДИ, АЛЕФ. ЙОЦЕ – вышел. А ГИЦИ – это сделал так, чтобы другой вышел. Это что значит? ВЫВЕЛ или ВЫНЕС. ВЫНЕС, допустим, из комнаты. Или взял человека и сделал так, чтобы он вышел из комнаты, то есть вывел его. Это слово мы встречаем, например, в благословении ГАМОЦИ ЛЕХЕМ МИНГА АРЭЦ. Что такое ГАМОЦИ? А здесь артикль. МОЦИ – это настоящее время в БЕНЬЯНЕ ГИФИЛЬ от корня ЮД, ЦАДИ, АЛЕФ. ЙОЦА – вышел, а ЭЙЦИ – вывел. МОЦИ – это тот, кто выводит. Тот, кто делает так, что ЛЕХЕМ МИНГА АРЭЦ – хлеб из земли, что произрастает. Произрастает. То есть про Всевышнего говорим. Благословиенно Всевышний, произрастивший хлеб из земли, сделавший так, что хлеб из земли выходит. Еще одно слово в БЕНЬЯНЕ ГИЦИЛЬ – ГИЦИЛЬ. Мы видим его чуть ниже в нашем тексте. Итак, давайте разберем. ВЕ ГОЦЕЙТИ. И я ГОЦЕЙТИ – я вывел, а ВЕ ГОЦЕЙТИ – я выведу. ЭТХЕМ ИХ МИТАХАТ СИБЛОТ МИТРАИМ – из-под страданий египетских. ВЕ ГИЦАЛТИ – это тоже ГИФИЛЬ. Что такое ГИЦИЛЬ? Это значит спасти. Корень. Корень здесь такой же, как в слове МАЦИЛЬ. Кто знает, что такое МАЦИЛЬ? Это спасатель. Спасатель, например, на пляже, да? А ГИЦИЛЬ – это тот, кто спас. Это прошедшее время. ВЕ ГИЦАЛТИ. ГИЦАЛТИ – я спас. ВЕ ГИЦАЛТИ – я спасу. ВЕ ГИЦАЛТИ – и я спасу ЭТХЕМ. И я спасу вас. МЕ АВОДАТАМ – от работ ИХ. ВЕ ГААЛТИ. Слово ГААЛЬ мы видим здесь АА. Значит, это ПААЛЬ. ГААЛЬ – это значит, ну, например, выкупить, искупить. Или то же самое, практически, спасти, да? ВЕ ЛАКАХТИ. ЛАКАХ – мы тоже слышим АА. Что это значит? Это ПААЛЬ. ВЕ ГААИТИ. Тут чуть по-другому звучит, но это тоже ПААЛЬ. И буду. ВЕ ЕДАТЕМ. И будете знать, это тоже ПААЛЬ. А вот ГАММОЦИ. ГАММОЦИ. Как в благословении ГАММОЦИ выводящих, да? ЭТХЕМ МИТАХАТИЛОТ МИЦАЛАЙМ. ВЫВОДЯЩИХ. То есть тот, кто выводит. Это настоящее время БЕНЬЯНА ГИФИЛЬ. МОЦИ. ВЫВОДИТ. ВЕЕВЕЙТИ. Значит, ЭВЕЙТИ – это тоже КАУЗАТИВ. То есть МИНЬЯН ГИФИЛЬ от такого корня. Посмотрите сами. От корня осталось две буквы. БЕТ и АЛЕФ. А корень целиком звучит БЕТ ВАВАЛЕФ. Что означает БА. Пришел. ЛАВО – приходить. ГЕВИ – это сделать так, чтобы кто-то другой пришел. То есть привести. Привести. ВЕГЕВЕЙТИ. И приведу. То есть ВАВ переворачивает. ГЕВЕЙТИ – это привел. ВЕГЕВЕЙТИ. И приведу. ЭТХЕМ ЭЛЬ ГААРЕТС. И приведу вас в страну. АШЕР НАСАТИ. Здесь ПААЛЬ. ЭТЬЯДИ. Поднял я руку мою. ЛАТЕТ ДАТЬ. ОТА. Ее. То есть эту землю. ЛАВРАМ ИЗКА КАЯКОВ. ВЕННАТАТИ. Это тоже ПААЛЬ. И ДАЛЬ. Я ОТА. Ее. То есть эту землю. ЛАХЕМ. Для вас. МОРАША. Наследием. АНЕШЕМ. Я Бог. КВАЛИТИ. ВАЙИДА БЕР. ЙИДА БЕР. Это ВЕНЯН. И ГОВАЛИТИ. И ГОВАЛИТИ. И ГОВАЛИТИ. МОШЕ. КЕН. ЭЛЬ БНЕЙСАЭЛЬ. И ГОВАЛИТИ. И ГОВАЛИТИ. Это тоже ПААЛЬ. Простая форма. ЭЛЬ МОШЕМ. И ГОЦЕРУЛАХ. Не слушали Моисея. От кратности дыхания, духа, у МЕАВУДА КАША. И от работы тяжелые. ВАЙИДА БЕР. Это снова и говорил. АШЕМ ЭЛЬ МОШЕ. ЛЕМОР. БА. Что такое БА? Это императив. Императив корня. БЕТ ВАВ АЛЕФ. То есть, приходи. Приди. Тот же корень, что в слове ВЕГЕВЕЙТИ. БА это, точнее, БО. Это ИДИ. ВЕГЕВЕЙТИ. Это И ПРИВЕДУ. И ПРИВЕДУ. БЕБЕР ЭЛЬ ПАРОВ МЕЛАХ МИЦРАИМ ВАИШЕЛЛАХ. И отправит. Это. ПААЛЬ. ЭДБНЕЙ ИСРАЭЛЬ МЕАРЦО. Из земли своей. ВАЙДА БЕР. МОШЕ. ЛИФНЕЙ АШЕМ ЛЕМОР. И говорил Моисей перед Богом. Говоря. ХЕДБНЕЙ ИСРАЭЛЬ ЛОШАМ УЭЛЛАЙ. БОТ, СЫНЫ ИЗРАИЛЯ, НЕ УСЛЫШАТ МЕНЯ. ВЕХ ЙИШМА ЭЙНИ. О, ВОТ ЭТО СЛОВО. МЫ ТОЖЕ. ТАК. НЕТ, НЕТ, НЕТ. ЭТО ТОЖЕ ПААЛЬ. ЙИШМА – ЭТО УСЛЫШИТ. ЙИШМА ЭЙНИ. УСЛЫШИТ МЕНЯ ПАРО. КАК УСЛЫШИТ МЕНЯ ФАРОН. ВАНИ РАЦФАТАИМ. ТАК, 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 ТАК. Ну, КАКИЕ У НАС ТУТ ЕСТЬ ЕЩЕ ПРИМЕРЫ. ВОТ ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР. ВАЙФ ИЛИ. ЛЕГО ЦИ. ЭТО ИНФИНИТИВ. ЛЕГО ЦИ – ЭТО ИЗВЛЕЧЬ, ВЫВЕСТИ. А ТЕПЕРЬ Я ДАМ ВАМ СЫЛКУ НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТФИЛАТА ДЕРЕХ, ДОРОЖНАЯ МОЛИТВА. МЕНЯ ПРОСИЛИ НЕСКОЛЬКО ПАРУ УРОКОВ НАЗАТ, МОЖНО БЫ, ТАЖНО НА ПРОШЛОМ УРОКЕ. СЧАС Я ПОСМОТРЮ В ЧАТЕ, ПО-МОЕМУ, Я ЕЁ УЖЕ ДАВАЛ. ВСЕ ВИДЯТ В ЧАТЕ ССЫЛКУ? Я ПОЧЕМ-ТО НЕ ВИЖУ. ГОДЕЖЕ У МЕНЯ ЧАТ? Ага, так, вот пришел вопрос. Хорошо, на этот вопрос я постараюсь ответить чуть попозже. Значит, вот ссылка, которую я давал, я ее повторю, потому что, насколько я помню, если кто-то позже времени пришел, он эту ссылку не увидит. Это ссылка на Филата Дерех. Сейчас я попробую ее открыть. Давайте посмотрим. Текст Филата Дерех. Дорожные молитвы. В этом тексте есть несколько примеров глаголов в беньяне гиф-иль. Еще раз объясню вам, что если корень в беньяне пааль означает простое действие, что-то сделал, то в беньяне гиф-иль тот же самый корень означает заставить другого сделать это действие. К примеру, если пааль катав написал, то гиф-иль, да, это значит сделать так, что другой написал, то есть продиктовал. Так, вот посмотрим, какие здесь есть слова. Что такое галах, пошел, что такое галих, сделал так, что другой пойдет, то есть провел. Лешалом в тац и дейну, тоже иф-иль. Саад, это значит шагал, да, то есть шел, шел шагами, да. Ги-ца-ид, это значит провел, то есть сделал так, что другой прошел, прошагал. Лешалом в тадрихейну, что такое дарах. От слова дерех, шел дорогой, да. А что такое гидрих, это указал путь. Отсюда, кстати говоря, известное множим словом мадрих, что означает вожаты, то есть буквально дословный перевод, тот, кто ведет. Тот, кто указывает путь. Так. В таги-эйну, что такое ги-я, это прибыть. Это слово, этот глобал тоже стоит в менянии гиф-иль. Лимхоз хефцейну, лахаим, усимха, шалом. Вет-та-ха-зирейну, вот это слово. Что такое хазар? Возвратился, вернулся. А что такое ги-хазир? Сделал так, что кто-то вернулся. То есть возвернул, вернул. То есть буквально положил на место. В тах-азирейну и вернуть нас, да. И вернешь нас, точнее, да. Будущее время. Так. Теперь у нас осталось буквально несколько минут. Я сейчас попробую ответить на вопрос, который мне сегодня пришел. Вот это просто не по теме нашего занятия. Так, по поводу удвоения согласных. Вот от Анны. В иврите нет удвоения согласных. Это не совсем так. Так, это не совсем так, потому что есть дагеш. На самом деле мы на него не обращаем внимания, но раньше дагеш, если он не меняет звучание буквы, например, в букве нун с дагешем и без дагешем мы читаем одинаково, да. Вот он, в общем-то, делал этот нун как бы двойным. То есть нун выступает в двух функциях. Он закрывает предыдущий слог и он открывает новый слог. Но теперь мы не читаем его удвоенно. В заимствованных словах мы просто не обращаем на это внимания. Ну, я вам скажу, что, например, почему-то принято слово каббала, имеется в виду учение еврейское, да, писать через два б каббала. На самом деле это, в общем-то, не оправдано, да. Буква бет, в ней дагеш может просто отмечать, что эта буква звучит б, а не в, да. Но может еще и удваивать эту букву б. То есть первый слог, он звучит каб, а второй слог звучит ба. Каб-ба. Но никогда это не звучит как каббала, и никогда это не звучит как каббал, каббала. То есть этот дагеш, мы не воспринимаем его функцию как удвоение согласных. Заимствованные слова произносятся так, как если бы в них не было удвоение. Например, что такое имя Анна? Почему оно пишется через два Н? Совершенно непонятно. В иврите хана от слова хэн, что означает симпатия, хана симпатичная, да. Вот. И в этом слове, в этом имени, в общем-то, два слога. Первый слог ха, он открытый. Второй слог на, он закрытый. Он закрытый буквой гей, то есть практически буквой гей. В общем-то, она не закрывает слога, да. Вот. Но буква Н здесь не удваивается. Вот. Если какое-то слово заимствовано в иврит с удвоением согласной, то в иврите это удвоение просто аннулируется. Мы его не замечаем. Так, я рассказал вам, что беньяны, вот эту табличку я тоже поставил вам на, в нашу группу в Телеграме, вот, что беньяны, если в них корень, если некий корень реализуется в нескольких беньянах, то, скорее всего, с большой вероятностью, да, значение этого корня в разных беньянах будет относительно друг друга вот так вот строиться. То есть, если мы возьмем, например, беньян пааль и беньян гиф-иль, в беньяне пааль глагол имеет простое действие, в беньяне гиф-иль каузативное действие, то есть, будет означать сделать так, чтобы кто-то выполнил действие. Например, раа увидел, гир-а показал, авад, но здесь, правда, беньян пааль, ну, почему, собственно, да, авад это беньян пааль, извините, авад работал, гейвид это давал работу, то есть, заставлял работать. Гейвиду это заставляли работать, да, яца вышел, гейци вывел. Ну, про этот глагол я ничего не скажу, потому что в беньяне пааль у нас нет этого корня, он не реализуется. А вот, например, ба пришел, а геви это привел. Кам это кум встал, а геким это установил, поставил, организовал. Вот вам несколько примеров отношения беньяна гиф-иль к беньяну пааль. Спасибо за присутствие и за вопросы. Ну, что же, с Божьей помощью через неделю, я надеюсь, мы с вами встретимся снова. А нельзя вопрос задать? Да, давайте. А скажите, у всех ли глаголов есть все вот эти семь пород или семь видов, как бы их назвать, или все-таки есть глаголы, которые имеют только несколько из них, а другие не имеют? Я вам скажу так, почти нет глаголов, которые только в одном беньяне и практически нет глаголов, которые были бы во всех беньянах. Обычно для каждого глагола есть беньяна два, три или четыре. Мы сегодня разобрали, если глагол реализуется в паале и в иле, как они друг с другом соотносятся. Относительно других беньянов, пока я ничего вам не рассказал, со временем, может быть, приведу примеры. Ну, вот такой пример, вот, если бы он был, да, если бы глагол писать, катав, реализовывался во всех беньянах, то, наверное, это было бы так. В паале это написал, в пиэле это сильно написал, много написал, в гиф-иле это сделало так, что другой это напишет, то есть продиктовал. Вот, в беньяне, который имеет возвратные действия, это писал себя, переписывался, так, и вот есть еще пассивные для этих беньяны, да, если есть, например, по аль написал, то ниф-аль был написан, да, ну, относительно пассивных беньянов мы сегодня вообще ничего не говорили, хотя я упомянул, что вот один глагол здесь, вот, он стоит в пассивном беньяне, в ниф-але, я, да, это он знал, а, но, да, он был известен, но мы сегодня это не разбирали. Ладно, всего наилучшего, до встречи через неделю. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,